Девушки отдыхают Суздаль – город совершенно удивительный. Это единственный в нашей стране город-музей, город-заповедник. Он официально так называется. Но не это главное. Здесь особая атмосфера. Здесь можно почувствовать дух Древней Руси. Здесь кажется, что время остановилось, и ты вмиг оказался в прошлом, в котором невероятно интересно. Город Суздаль находится в Центральном федеральном округе нашей страны, во Владимирской области. Площадь 10 квадратных километров, но на каждый из них в среднем приходится по 20 памятников истории. Живет здесь 11 тысяч человек, а туристов каждый год приезжает в 60 раз больше. Город входит в Золотое кольцо России. Но наше путешествие по Суздалью мы начнем не в нем самом, а в небольшом местечке под названием Кидыкша. Это совсем недалеко, буквально в 4 километрах. Просто без этого села представить историю города нельзя. Дело в том, что своего расцвета Суздаль достиг в середине 12 века при князе Юрии Долгоруком. Именно тогда город стал столицей Ростова-Суздальского княжества, религиозным и политическим центром. И вот свою резиденцию князь Долгорукий расположил именно здесь, в Кидыкше. По преданию, на месте княжеской резиденции, которую, увы, разрушили монголо-татары, когда-то было становище святых князей Бориса и Глеба. И в честь них Юрий Долгорукий повелел построить церковь. Она, к счастью, сохранилась. Теперь храм, возведенный в 1152 году, считается самой древней белокаменной постройкой на Руси. Это не просто ценнейший памятник. С него, можно сказать, начинается вся наша знаменитая белокаменная школа архитектуры Владимира Суздской Руси. На его стенах появляются первые декоративные элементы, которые становятся обязательными на всех памятниках белокаменных от 12-13 века. В церкви Бориса и Глеба сохраняются княжеские захоронения. Значит, это две аркосоли. Одна из них перед нами находится в южной стене. Здесь находилось погребение сына Юрия Долгорукого, князя Бориса. А в противоположной стене была захоронена жена сына Юрия Долгорукого. Однако останки из обеих могил в советское время таинственно исчезли. В древнем храме на этих белокаменных стенах сохраняются местами росписи XII века. Вот в том месте, где снята цементная штукатурка, вы видите остатки орнаментов. И такие же орнаменты мы видим в алтарной части, в центральной апсиде, где изображено полотенце, украшавшее весь периметр храма по стенам в нижней части. И тут же в роскопе мы наблюдаем уровень пола первоначальной XII века с синтроном, то есть местом для священнослужителей, выложенным из белого камня. Но это только малая часть истории Суздаля, одного из древнейших городов нашей страны, который чего только не повидал на своем веку. Первое упоминание о Суздале в летописи относится к 1024 году. Однако еще раньше, в X веке, здесь начали возводить крепость, то бишь Кремль. Изначально он был деревянным, а вот эти каменные строения, они возникли гораздо позже, и только они хранились до наших дней. А вот от той древней крепости остались только вот эти земляные валы. Кремль – первоначальное ядро города, его исторические центры – главное украшение. Хотя после пожаров и вражеских набегов выстоял только ансамбль архиерейских палат с Рождественским собором и колокольней. Впрочем, от этого кремлевские памятники становятся еще более ценными и значимыми. Славится Суздаль еще и своими монастырями. Их здесь когда-то было 15. До наших дней сохранилось только и пять. Но и это весьма впечатляет, учитывая небольшие размеры города. Сейчас мы собираемся в Спасо-Ефимьеву обитель. Вот слышите колокольный звон? Его просто необходимо услышать, так скажем, в непосредственной близости. Перезвоны в этом монастыре просто удивительные. Спасо-Ефимьев монастырь – единственное место в России, где каждый час можно слушать перезвон древних колоколов. И желающих немало. Заплатив 150 рублей, можно даже подняться на звонницу и насладиться совершенством колокольного звука в полной мере. Есть еще такое выражение «подбор колоколов». Это означает, что эти колокола на звоннице музыкально грамотно выстроены по основному тону звучания. То есть они, грубо говоря, звучат как гамма одной тональности. То есть здесь вы именно наблюдаете подбор колоколов, который исторически долго воссоздавался. Причем здесь нет ни одного колокола 20 века. Самый старый колокол у нас, который сейчас и звучит, постоянно его можно слышать тоже, это колокол 1585 года Литья. Но знаменит Спаса Ефимеев монастырь не только колоколами. Возведен он был в 14 веке и тоже в оборонительных целях. Спустя два столетия деревянные сооружения были заменены тем величественным каменным ансамблем, который можно наблюдать по сей день. Первым же каменным строением в обители стал вот этот собор. Что является главным украшением храма? Ну, сегодня главное богатство нашего храма – это фрески. Фрески 17 века. Фактически весь объем храма, и стены, и подкупольное пространство, и своды украшены работой 17 века. Это достаточно редкостное явление, тем более такой сохранности. И все, что мы с вами видим, это все пытались уничтожить. Все было забелено. Ну, опиум для народа уничтожали в 20-30-е годы. Создала эти росписи артель знаменитого русского художника Гурия Никитина. Уникальную работу мастеров часто называют Библией для неграмотных. Не впечатлить она просто не может, особенно если любоваться фресками под аккомпанемент певчих, которые каждый день исполняют молитвы в соборе. Ну, а любителям темного и жутковатого прошлого надо обязательно побывать в кельях ныне недействующей монастырской тюрьмы. Она была учреждена в 1767 году по указу Екатерины II. И предназначалась, как тогда говорили, для безумствующих колодников. Если кто не знает, колодник – это арестант в колодках. Ну, и стоит добавить, что спустя века местную тюрьму даже стали называть Суздальской бастилией. Вот тут описание того, как выглядели древние камеры. Койка, кожаный тюфяк, простыня, подушка, два стола, стул, кувшин, шарага, шлафрок, нанковый, навати – это одеяло, я думаю. Кружка, солянка, столик и медный рукомойник с тазом. Ну, а вот здесь это все можно увидеть. В царские времена ссылали сюда на покаяние опальных сановников, а также лиц духовного звания, разного рода сектантов и еретиков. Одним из заключенных Суздальской тюрьмы был монах Авель. И вот здесь собраны документы, рассказывающие о его жизни. Он обладал даром предвидения и делал предсказания царской семье. Вот, к примеру, Екатерина II предсказал точную дату смерти. Царствовать будет 40 лет. Александр II – крепостным он свободу даст, а после турок побьет и славян тоже освободит от иго неверного. Не простят бунтари ему великих деяний, охоту на него начнут, убьют среди дня ясного в столице. Александр I – француз Москву при нем спалит, а он Париж у него заберет и благословенным наречется. Ну, еще одно предсказание. Николай II – накануне победы рухнет трон царский, брат на брата восстанет, власть безбожная будет бичевать землю русскую. Ну, вот именно за это предсказание Авель и угодил в судорскую тюрьму. Ну, а в первой половине XX века тюрьма стала политической, и в ее заточении оказались верующие и атеисты, ученые с мировым именем и простые крестьяне, коммунисты и их идейные противники. Рядом со Спасой Ефимиевой обителю находится еще один монастырь – Покровский. Построены они были примерно в одно время – ровесники. Ну, и надо сказать, что этот монастырь был также своего рода тюрьмой в местном ссылке, причем с четкой специализацией женской. Сюда ссылали опальных цариц и неугодных знатных барышей. Среди них, к примеру, были дочь Бориса Годунова Ксении и первая жена Петра Великого Евдокии Лопухина. В наши дни в Суздальские обители заточаются добровольно, и туристы в том числе. Просто в одном из местных монастырей – Резоположенском – можно поселиться. Там работает гостиница. Скромная, недорогая, но, наверное, именно такой и должна быть гостиница в монастырских стенах. Хотя Суздаль – это туристический город, в котором для путешественников все удобства. И здесь огромный выбор отелей на любой вкус и кошелек. Необычно тут. Здравствуйте. Добро пожаловать в наш арт-отель. Так, а что это такое? Арт-отель – это тематический отель. Он построен в стиле купеческом, конца 19-го, начала 20-го века. Все номера у нас разные. Можно купчиха себя почувствовать? Самый настоящий. И выбрать вы номер можете любой. Ух, ну пойду выбирать. Не случайно у этого отеля появилась приставка «Арт». К его созданию подошли явно с выдумкой. У каждого номера свой дизайн, но непременно с налетом старины. Действительно полное ощущение, что оказалось в прошлом. Смотрите, шкаф какой. Сразу видно – бывалый антикварный. Да вот вообще антикварят повсюду. Часы старинные. Алекс Митчелл, Глазгу, кстати, ходят. Причем удобство тоже на уровне 50 каналов. Интернет проводной в каждом номере. Тоже все, смотрите, стилизовано. Телефон. Цена номеров в этом отеле варьируется от 2 до 10 тысяч. А разница, видимо, зависит от количества антикварята. А еще практически в каждой здешней гостинице, да и практически на каждой улице этого города заезжих гостей угощают знаменитой Суздальской медовухой. Однако мы решили сначала посмотреть, как ее готовят. Благо, далеко ходить не надо. Завод находится прямо в городе. Насколько я понимаю, медовуха – это почти как пиво, но вместо солода мед, правильно? Да, правильно. Основные ингредиенты, которые входят в приготовление нашего напитка – это идет сахарный песок, мед и вода. Мы варим сусло. Вот здесь? Да. И когда сусло у нас готово, мы его охлаждаем и передаем в родильное отделение. А сейчас мы куда идем? Мы сейчас идем смотреть на процесс брожения нашего напитка. После сусла, приготовления нами, мы закладываем дрожжи и получаем напиток. Вот в таких чанах? Да, большой. Это примерно около 9 тысяч литров. А как долго бродит? Ну, от 7 до 10 дней. Ну, булькает все. Процесс идет. Медовуху на Руси готовили испокон веков, но в те времена напиток называли просто мед или медок. Бродил он тогда в зарытых в землю дубовых бочках и уходило на это от 5 до 20 лет. Сегодня процесс не такой длительный. В среднем на приготовление уходит около двух недель, после чего медовуху разливают по бутылкам. Сколько видов и сортов медовухи здесь есть? Всего у нас в Уздале имеется 124 сорта медовухи, но сейчас мы вам предлагаем самые популярные сорта. Это первый сорт – это медовуха классическая, полуполтинная, 8,3 градуса. То есть это самый популярный сорт, который предпочитают гости нашего города. Ну, приятная очень, такая в меру крепкая, в меру сладкая. Сладенькая, хорошая. Следующий сорт, не менее популярный, это у нас идет медовый напиток с можжевелыми ягодами с добавлением красного перца. Он у нас очень актуален в зимнее время, то есть идет как согревающий сорт. Вместо глинтвина заморского надо наш напиток употреблять. Да, да, да. Так, ну и, как говорится, самый, что у меня есть, традиционный сорт – это медовый напиток с хреном. Самый традиционный сельдийский сорт, так называемый хреновуха. Так, предвкушаю. Бодрит, бодрит, хорошая. Радуетесь мы гостей с разных мест и властей. Проходите и садитесь, уходите, не торопитесь. Вас в палаты пригласим и медами угостим. Милости просим, гости дорогие. Дегустация медовухи – одно из самых популярных развлечений в Суздале. И весело, и вкусно, и недорого. Всего 200 рублей с человека. Так что желающих всегда много. Процесс распития здесь сопровождается экскурсами в историю, ведь этот напиток – также неотъемлемая часть прошлого Суздаля и всей Руси. Любили медовуху и великие князья, и простой люд. Ее использовали в ритуалах и по случаю рождения, и по случаю смерти. Разумеется, не обходился без нее ни один крупный семейный праздник. Сначала пили медовуху, потом пили песни. Чарочка моя серебряная, Наслалася в ледишках поставленная, Кому чару пить, кому здраво быть, Пить чару гостям. Ура! Ура! Если хочется продолжения праздника, Пожалуйста, они в Суздале проводятся завидной регулярностью, Практически в каждые выходные. Наш приезд пришелся на Троицу, И в этот день из года в год в местном музее деревянного зодчества Проводится праздник народных ремесел. Туда-то мы и отправились. В этот день в Суздаль съезжаются умельцы со всей Владимирской области И из окрестных областей. Приезжают, чтобы как водится, и людей посмотреть, и себя показать. Привозят свои работы. И смотрите, здесь чего только нет. И лоскутные изделия, и вязаные, и вышитые, и деревянные, и керамика, и стекло, И все что угодно можно посмотреть, а потом, если понравится, и прикупить. Подходите к нашему прилавочку, полюбуйтесь на наше изделие. Изделие с знаменитой вышивкой. Христианская вышивка Верхошов называется. Посмотрите, как красиво с лицевой стороны. А с изнаночки стежков не увидите. А посмотрите на одеяло наше лоскутное, нашими мастерицами сделанное. Что с лицевой стороны, что с изнаночки. Награждены наши мастерицы за мастерство свое. Лауреаты в Аргановской премии. А вы чем богаты? Вот все, что видите, тема богаты. Это что такое? Это куябрик-подсвечник. То есть как это используется? Ну, название такое у него оригинальное. Куябрик. Используется как нож, и в то же время можно использовать как подсвечник. Были у меня куябрики-колокольчики, но сейчас уже не осталось. Куябрик-скорпион. Ну, я бы не называл их, конечно, утилитарными вещами. То есть, может, не так он удобен для руки, но сама идея. То есть, уже обыкновенные ножи немножко надоели. С обыкновенными ручками, утилитарные. Вот делаю такие вещи. Ой, это свистульки у вас такие? Да, это свистульки. Я художник и делаю авторские свистульки. Это вот форма чеснока, вот видите, как свистульки всегда служили для отгонения злых духов. Вот это чеснок, пожалуйста. Это рыбка? Это рыба. Это вот кот, пожалуйста. В каждом доме должен быть кот обязательно. Если нет живого кота, можно купить керамического. Так, а это что, черепашка? Это сова. Ну, я как автор, я повторяю, у меня может быть твой взгляд на вещи. Вот у меня... Инопланетная. А может быть, да, мы люди городские. Не каждый день увидишь сову. Ух, какая. Вот это вот рыба. Спасибо. У нее большая камера и очень звук интересный, глубокий. Причем многие изделия рождаются прямо на празднике. Здесь можно и просто полюбоваться работой народных умельцев, а можно и поучиться у них старинным ремеслам. Здравствуйте. Здравствуйте. Можете попробовать? Да, попробуйте. Так, что делать? Смачивайте водой изделия. Так. И что? Попробуйте сделать форму. А как? Ну, стенки пошире. Не бойтесь, не бойтесь. А из чего вы делаете? Это белая глина. Ой! Ну вот сломали. Испортила я. Не все так просто. Так, а здесь? А здесь делаем... Из бересты плиты? Из бересты плиты. Можно помочь? Конечно. Сейчас вот будете оплетать ручку мне. Ручка для корзинки будет. Ага, для такой? Для вот такой корзиночки будет делаться ручка. Ага. Попробуйте вы ее обматываете. Ага. Потом я сейчас ниточку приготовлю. Мы кончики завяжем. Обматывайте. Сильнее прижимайте там. Ага. Не порву? Нет, нет. Береста на материал крепкий. Ага. Ничего не будет. Только двигаться, в кончику двигайтесь. И с другой стороны надо? И с другой стороны надо. Ну, давайте, а где она? Ленточку, да? Надо еще. Сейчас найдем еще ленточку. А у нас лишь бы работали. Всем рады, да? Конечно. Все довольны. Тут такой лозунг. Турист должен работать. Что есть, то есть. Заезжим гостям здесь всегда дело найдется. Можно и косу освоить, и прялку, и коромысло. Кому что нравится. Однако, не будем забывать, что на повестке дня Троица. Один из главных православных праздников. И вот уж что точно в этот день положено делать, так это плести венки. Берете веточки. Так. Складываете их толстыми концами друг к другу. Сами будете плести. Завязываем ленточкой. А теперь вот сгибаем веточки. Веточки у нас мягенькие, подвижные. И переплетаем между собой. И с другой стороны. Все очень просто. Маловат. Венки на Троицу принято плести из березовых веток. Береза вообще в этот день главная героиня. Почему березы везде, да, украшают праздники? Потому что береза, она как бы понимается нам и имеет такую очень сильную продуцирующую силу. Силу обновления, силу воскрешения к жизни, обновления, повторения такого ежегодного цикла. А еще испокон веков в этот день проводили обряды. Пожалуй, самый зрелищный и самый важный из них называется колосок. Девушки встают в пары, и по их рукам идет ребенок. Идет, чтобы сорвать колосок, а потом положить его под церковь. В старину считалось, что все это гарантия хорошего урожая. Ну и разумеется, на Троицу народ веселился вовсю. Водить караводы, танцевать до упаду и петь песни в Суздале всегда умели и любили. Более того, умеют и любят по сей день, приобщая к праздничному веселью и всех без исключения гостей этого удивительного города. И что ко всему этому еще можно добавить? Да много всего. У Суздаля, у этого города-музея настолько богатая история, что изучать и познавать ее можно бесконечно долго. И здесь точно можно снять еще не одну передачу. Но самое главное, пожалуй, то, что все это прошлое живо. Оно тут везде. Его можно ощутить, вдохнуть, потрогать. Его можно даже увести с собой в своей душе и своим сердцем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!